Каршеринг, фудшеринг, минимализм, авоськи вместо пластиковых пакетов. Все это у нас уже есть. Можно ли сказать, что мы живем в России в обществе разумного употребления? Спросим ученых-экспертов. Ходить в магазин со своим мешком больше не признак нищеты, а тренд на разумное потребление. Копить пакеты с пакетами больше не модно. В крупных супермаркетах России в продаже появились многоразовые пакетики-сеточки для фруктов и овощей. А модные дома возвращают культовые советские авоськи на страницы глянцевых журналов. Более того, в соцсетях набирают обороты всевозможные шеринги. Люди активно делятся лишними стройматериалами, одеждой и даже едой. У меня мама работает в столовой. И руководству столовой было жалко, когда мы узнали, что продукт, оказывается, выбрасывает. И мы с мамой думали, что нам делать, потому что очень много людей, которым именно нужна такая помощь продуктовая. И мы нашли благодаря нашей подруге, которая нам порекомендовала пользоваться шуши-фудшерингом, раздавать через группу. В год каждый россиянин выкидывает около 50 килограммов еды. Почти полтора миллиарда тонн продуктов оказываются на помойке во всем мире. И это при том, что все еще есть люди, которые голодают. Такой вот неравномерный круговорот продуктов в природе. Более третий продуктов сегодня, которые в мире производятся, они просто оказываются на свалках. Конечно, это недопустимо. При том, что порядка миллиарда человек в мире голодают сегодня. Да и в нашей стране тоже есть люди, которые находятся чертой бедности, и которые, извините, сегодня рыскают по мусорным бакам, по свалкам и собирают эту еду. Почему бы, например, не сделать организованные некие пункты по раздаче этой еды? Некоторые супермаркеты, следуя моде, установили пункты сбора еды для нуждающихся. Но в них, как правило, люди складывают то, что только что купили. Ко всему еще и жесткие требования к срокам годности. Фудшеринг из социальных сетей решает проблему намного быстрее. Волонтер Анна Короткова забирает вчерашние булочки из пекарен и раздает нуждающимся. Берут разные люди, но у меня уже есть несколько постоянных забирателей. У нас есть некоторые правила, допустим, не чаще, а раза в неделю. У нас все это отслеживается. И вот берут несколько людей, у которых реально тяжелые жизненные ситуации, и вот они забирают в этот период, когда им плохо, и потом сами становятся тоже волонтерами. Всемирный день прав потребителей отметят 15 марта. Это 37-й по счету праздник. В этот раз он пройдет под девизом «За рациональное потребление». Об этом объявила Всемирная организация потребителей, которая уже более полусотни лет отстаивает интересы покупателей более чем в 70 странах мира. И если вы пока еще не в этом движении, можете попробовать присоединиться хотя бы на один день. Мы в студии «Один» в обществе прекрасных гостей. Сегодня у меня поговорим о разумном потреблении. Итак, Ольга Никифорова, доцент кафедры экономической социологии, факультета социологии СПБГУ у нас. Здравствуйте. И Оксана Юлдашева, доктор экономических наук, профессор зав кафедры маркетинга Санкт-Петербургского экономического университета государства. Прекрасная компания. И дабы 15 марта, именно Всемирный день прав потребителей, встретить достойно, мы и захотели именно с вами порассуждать об этом. У меня вопрос для начала к вам, может быть, сразу такой наглый. Вы разумно потребляете? Нет, я абсолютно нет. Я все-таки, видимо, дитя еще такого прошлого мира уже, гедонистического потребления. То есть я еще в устойчивое потребление, или вот в разумное, в русском варианте лучше, наверное, использовать термин разумное, еще не перешла. Но я считаю, что здесь, ну, я сразу переношу вину, естественно, себя на государство. Да, да, да. Потому что все-таки, когда не развита инфраструктура, это очень удораживает быть, так сказать, разумно потреблять. Вы вот сейчас как доктор экономических наук, да, и заслуженный экспертом в маркетинге, сразу говорите, у кого совесть должна болеть. Не у вас на эту тему. Что с вами? Однозначно, никакого разумного потребления нет. У женщин в принципе, да, то есть, поэтому, если у вас не одна пара туфель, да, на лето, то, значит, вы уже неразумно потребляете достаточно одной, в принципе, с точки зрения потребности такой рациональной. Поэтому и вообще мы потребляем, и не только рационально с точки зрения экономически, да, нерационально, но и мы, нам присуще этическое потребление, нам присущи цели рациональное, ценностно-рациональное потребление, демонстративное, подставное, какого угодно. То есть их очень много видов. А давайте тогда, я пользуюсь тем, что вы здесь в студии, да, попрошу сформулировать, как по вашей версии звучит тогда вот это определение, да, общества разумного потребления. Вот обычно все ассоциируют этот термин, ну, с, там, эго-сознанием, да, теперь, значит, авоськи вместо пластиковых пакетов, меньше туфелек, меньше сумочек, я не знаю, в случае с мужчинами меньше рубашек, или что это должно быть меньше каких-то там покупок в супермаркетах. Что такое на сегодняшний день с точки зрения науки, да, вот такое экономическое и социологическое общество разумного потребления? Я могу сказать, опять же, по трендам, которые сегодня у нас есть. Понимаете, что есть, нет, получается, определения четкого. Оно будет разным в зависимости от того типа общества, в котором мы живем. В доиндустриальном обществе рациональное потребление было натуральным, да, в индустриальном обществе был тип потребления, когда догоняющий. Ну, это зависит от того, в каком мире мы живем. То есть то, что сегодня для нас рационально, было совершенно нерационально сто лет назад. А не значит ли это, что это какая-то искусственная ситуация с точки зрения маркетинга? Искусственная? Да нет. Я думаю, что меняются эпохи, меняются основные ресурсы, меняются действительно типы обществ, экономические уклады, естественно, меняется поведение потребителей. Ну, вот мы этой проблемой занимаемся последние, ну, чуть менее 10 лет. И, конечно, литературы огромное количество. Я могу сказать со своих позиций, как мы определили для себя устойчивое потребление, ну, или разумное потребление в русском варианте. То есть мы выделили три основных составляющих разумного потребления. Во-первых, это, ну, эгоистичное, ответственное потребление. Это когда человек сознательно занимается здоровым образом жизни, профилактической медициной, спортом, для того, чтобы продлить свою собственную жизнь, сделать ее более комфортно. То есть это эгоизм такой разумный. Второй момент – это когда человек осуществляет поведение, ну, в английском варианте это переводится, чувствительное к окружающей среде. То есть когда он начинает сознательно вводить, например, практику повторного использования ресурсов, ограничение сознательного своего потребления, потому что понимает, что надо для окружающей среды тоже делать что-то полезное. И третий вариант – вот это мы уже добавили, наша собственная идея, поскольку мы живем уже в информационном обществе, то это еще разумное потребление информации. При этом мы там выделили потребление контента и генерирование, потому что мы сегодня видим, что идет загрязнение информационной среды сумасшедшее. И если мы уже привыкли говорить об экологии, то об экологии информационной практически никто не говорит. А на самом деле откуда больше рисков идет на человечество, можно еще здесь поспорить. От, так сказать, природы, которая загрязнена, или от информационного пространства, которое еще больше может быть загрязнено. Поэтому вот три основных я бы выделила аспекта разумной опыте. Если продолжать эту формулировку уже с акцентом на общество, в котором мы сейчас, мир, в котором мы сейчас существуем, то что бы вы уже как социолог добавили сюда? С точки зрения рационального, конечно же, сегодня мы говорим о снижении объемов потребления. То есть тренды, связанные с антиконсюмеризмом, тренды, связанные с шеринговым потреблением, это как раз-таки путь к рациональности. То есть чтобы мы не только использовали несколько раз что-то, но чтобы мы вообще думали о том, стоит ли это потреблять. И когда мы говорим, например, об экологии, о потреблении экологическом, то здесь нужно не думать о том, что какие стаканчики разлагаются, а какие нет. Зачем вообще покупать одноразовые стаканчики? То есть можно отказаться от потребления мусора. То есть действительно тренд осознанности, рациональность через осознанность. Я думаю, что... Глашусь, да, потому что вот если брать все-таки классическое, традиционное потребление, то там оно тоже было рациональным, но там рациональность, она больше определялась нехваткой реального ресурса, например, дохода у потребителя. А сейчас потребитель сознательно, но он индивидуализирует свое потребление, сознательно становится рациональным и ограничивает свое потребление, потому что он осознает, что окружающая среда просто в этом нуждается. То есть если, например, в индустриальном обществе хорошо было, чем больше ты потребляешь, тем лучше, то сегодня чем меньше ты потребляешь, тем лучше. По моим наблюдениям, просто бытовым даже, человека живущего, что называется, вот этот переход в России все-таки, от массового потребления, такого вот хаотичного, когда все бегают за новыми сумочками, туфельками и так далее, до вот сейчас разговоров о сознательности, о избирательности и так далее. И вот вообще определение, что это такое разумное потребление, он произошел достаточно недавно. По вашим наблюдениям, можно ли все-таки говорить, даже при таком недавнем тренде у нас, на разумность во всем этом потреблении, можно ли говорить, что да, а Россия сегодня тоже общество разумного потребления? Ну, я с точки зрения институциональной начну. Чтобы говорить о том, что Россия это общество рационального потребления, у нас должна быть инфраструктура, позволяющая рационально потреблять и рационально в том числе утилизировать. Но у нас есть каршеринг, мы знаем уже, что это такое. Прекрасно, но на сегодняшний день каршеринг это тренд, как модный тренд. Нужно попробовать, нужно понять, что это такое. Но пока ни город не использует каршеринг, например, как инструмент изменения инфраструктуры социального транспорта. Хотите сказать, что даже Петербург еще нельзя назвать обществом разумного потребления? Нет. Ну, я тоже считаю, что нет, конечно. Потому что мы можем сравнивать. Если мы будем сравнивать, так сказать, с западным миром, с Америкой, с Австралией, конечно, мы абсолютно неразумные. Но при этом я вам хочу сказать, что опять же, если брать наше исследование, мы опросили более 2000 человек, и мы выделили три кластера с точки зрения отношения к ценностям устойчивого потребления, с точки зрения реализации поведения, потому что это очень разные вещи. Одно дело декларировать, что я поддерживаю эти ценности, и готов разумно потреблять. Совсем другое дело это делать в реальности. Так вот, у нас получилось, что практически 50% опрошенных, вне зависимости от того, где они живут, ну, правда, это в основном были, конечно, крупные и большие города, но разные, не только Москва и Санкт-Петербург, они поддерживают на очень высоком уровне, разделяют ценности устойчивого потребления и готовы демонстрировать такое поведение. И только 17% это люди, которые вообще не разделяют, то есть они не считают, что это важно. 33% это вот как бы так вот посередине. Сразу хочется уточнить, а сколько из тех, кто разделяет ценности, собственно, следует каждый день этим ценностям? А проблема в том, что вот разница как раз между декларативными ценностями и поведением, она сумасшедшая. Даже в той группе, вот в этих 50%, которые говорят, что да, они разделяют и они осознают, что это необходимо. Потому что, опять же, существуют барьеры, вот я не зря перевела стрелки. Вот я как раз к этой стрелке хотела вернуться сейчас. Да, 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 да. Потому что существуют реально три основных барьера, которые мешают развитию устойчивого потребления. Во-первых, это отсутствие информации и узнание у самого потребителя. То есть они даже и не знают, поскольку если нет пропаганды, да, если это тема не... Давайте сразу конкретизируем. Вы имеете в виду пропаганду тогда на каком уровне? На уровне... По идее, мы все об этом говорим. Сначала на уровне государства, которое, естественно, должно вводить различные программы. Вот у нас была прекрасная программа по энергосбережению, мы видим, да, в результате, действительно, мы практически все перешли на энергосберегающие лампы. Но этого, естественно, недостаточно. Должны быть ресурсы сбережения и вторичное использование ресурсов. Все, что угодно, это должно финансироваться. Помимо этого, естественно, средства массовой информации, они тоже должны получать средства на то, чтобы они пропагандировали это, потому что бесплатно поднимать такие темы. Ну, кто-то будет, кто-то не будет, но если мы хотим, чтобы население поменяло модель поведения, естественно, должна быть очень серьезная пропаганда. Это фактически должно быть на уровне идеологии. Вот поэтому это первый барьер отсутствия информации и знаний. Второй барьер, это нежелание тратить больше времени и ресурсов, особенно в условиях, когда не создана инфраструктура. Потому что, допустим, я очень хочу сдавать бутылки стеклянные куда-то, но если я сегодня посмотрю, где их принимают, то мне придется из моего района ехать на другой конец города. При этом, естественно, что я должна сначала накопить, то есть у меня должно быть место, где я скапливаю эти бутылки, потом я должна потратить три часа полтора туда, полтора обратно, чтобы съездить и их сдать. Это очень большой барьер. Ну и, конечно, третий барьер, это инфраструктурный. Вот он как раз есть. Нет пунктов. Понимаете? Если они есть, то достаточно обстоятельствовать. Вот сегодня мы видим около каждой помойки стоит специальная секция. И сейчас мы с вами прервемся на этой ноте. Да, и продолжим после небольшой паузы. О разумном потреблении мы говорим в студии 1 и остановились на том, что государство должно быть такой совестью. Ну, лидером, можно сказать, да. Потому что идеология, пропаганда, это, конечно, функция государства. И вы уже переложили ответственность за то, что вы несознательный во многом потреблении. Ну, хотя я вот хочу добавить, что мы, допустим, первыми внедрили в рамках программ по менеджменту у себя в университете курс, который называется устойчивый маркетинг. Я вам хочу сказать, что мы делаем анкетирование ребят в начале этого курса и в конце. И если в начале у нас практически 90% вообще не знают, что это такое, они об этом не думали, то в конце у нас 60% готовы активно в этом участвовать и реализовывать вот эти навыки. Оксана, я как раз у вас хотела спросить, хорошо, если мы в очередной раз приходим к тому, что вот государство вот за эту зону должно отвечать, но пока недостаточно эффективно с этим работает, то что же нам делать? Сложить лапки с чистой совестью, не следовать этим ценностям? Или мы что-то можем сами изобрести? Сами как потребители или как представители каких-то сообществ? Мне кажется, здесь и то, и другое важно. Слышали, да, что вузы являются таким дистанционным? Хорошо, но это точечно все-таки. Ну вот, а чтобы это обрабатывать феномен Греты Тумберг, например, ну вот мы, наверное, не можем ее не вспомнить, если мы с вами обсуждаем ответственное потребление. Ну, конечно, мы можем говорить о том, кто ее создал, но вообще-то изначально, конечно, эта девочка, она просто заинтересовалась, почему правительство, и у нее претензии, это основные к политикам как раз, почему правительство недостаточно предпринимает мер для того, чтобы внедрить идеи и реальные модели устойчивого и ответственного потребления. Вот, поэтому, в принципе, это может делать каждый, получать, каждый из нас... Получается, каждый должен стать немножечко Гретой Тумберг, для того, чтобы ситуация сбилась, не дожидаясь, каких-то государствах, потому что пенять только на государство, это неправда. Семьи своего повседневного потребления мы тоже можем думать, приходить в кафе и брать кофе-то-го в стаканчики, которые в кафе дают, или со своим стаканчиком уже есть такое движение. Поэтому я могу сказать, что рынок очень быстро схватывает эти тренды. И вот сегодня и кофейни, и какие-то другие заведения, которые ориентированы на привлечение нового типа потребителя или воспитание этого потребителя, можно так сказать, социализации, в принципе, к таким трендам приобщаются. Вот я как раз хотела о маркетинге в этой ситуации с вами поговорить, потому что многие, кто не разделяет эти ценности, говорят как раз о том, что это маркетинг, это просто очередной маркетинг. Теперь давайте будем покупать авоськи тут же находятся с десяток компаний, которые их производят. А теперь давайте еще и вместо пластиковых стаканчиков и бумажных дальше стаканчиков вообще будем со своими ходить, и тут же продаются красивые стаканчики, если на простом уровне. И у вас же как раз очень много исследований на тему такого когнитивного, то есть сознательного маркетинга. Тогда подскажите, пожалуйста, не маркетинг ли все-таки это очередной? Ну, мы можем говорить о том, что... Ведь по идее, ну, в такой раз и стал модным каршеринг. Вот есть действительно маркетинг разумного потребления или экологический маркетинг, зеленый маркетинг, как угодно, а есть гринвошинг. Вот гринвошинг это как раз вариант, когда компания вроде бы позиционирует свой продукт или услугу как, например, экологически чистый, себя позиционирует как реализующую концепцию устойчивого развития, но на самом деле это только позиционирование, потому что ведь в реальности еще очень важно понимать, что такое экологический продукт или, например, органический продукт. Это не только продукт, который демонстрирует какие-то... в потреблении, то есть преимущества экологические в потреблении. Этот продукт прежде всего должен быть произведен на принципах устойчивого потребления и рационального использования ресурсов. А к этому далеко не все готовы. Что говорят исследования? Почему именно сейчас общество пришло к этому... Ну, то есть общество пришло действительно к пониманию, что все хватит, хватит покупать по 10 кофточек в месяц? Что говорит наука? Есть разные ситуации. Почему именно сейчас мы так много об этом... Например, мы говорим, опять же, о правах людей, трудящихся в Тайване и где-то еще, да? То есть когда рушатся фабрики, где работают женщины и дети, да? Без права вообще какого-либо, да? Была история. И ведь немецкое общество вышло на улицы и сказало, мы отказываемся от покупки товаров, на которых написано Made in Taiwan или Камбоджа. Потому что мы за ответственное потребление, мы не хотим потреблять то, что сделано слезами там... Это все-таки не эффект искусственного, какого-то, да, красивого экономического хода. Какой-то кампании. Это эффект осознанности. Ну, я вот здесь была, знаете, не стала бы ставить точку, потому что здесь присутствует и то, и другое. То есть на самом деле здесь, конечно, есть и идеи элиты, и вот те, кто, например, являются критиками очень большими, концепции в целом устойчивого развития, потому что она в 90-е годы, вот, которая была провозглашена в рамках ООН, она стимулировала везде, во всех странах, прежде всего в развитых, переход как раз на модели устойчивого потребления. И критики говорят, что на самом деле это мировая элита, которая перестала хватать ресурса, она, так сказать, решила для всех остальных внедрить идею ограничения своего потребления. Вот. То есть вы потребляете поменьше, чтобы, так сказать, хватало нам. Но вот в основном критики они как раз используют этот тезис. Вот. И, наверное, в этом есть тоже какое-то рациональное зерно. Но на самом деле я хочу сказать, что все-таки человек и общество, они развиваются. Ну, хотелось бы верить, что, по крайней мере, какая-то часть активная, она все-таки духовно эволюционирует. Не все, абсолютно не все. Есть ли исследования, точнее, они есть, это не вопрос, а известно ли вам или, может быть, проводятся вашими, да, вузами? Ну, например, что будет через 10 лет, да, если в моде по-прежнему останется минимализм? Это когда у меня в гардеробе, да, три кофточки, одна пара обуви и там две пары брюк. Достаточно. Вот если 10 лет, мы так будем жить, экономический эффект какой будет? Трудно сказать. На самом деле... То есть если мы будем следовать, да, максимально все дружно, вот этим тенденциям. Опять же, понимаете, вот сегодня в силу того, что у нас действительно экологический коллапс и нехватка ресурсов природных, их осталось, на самом деле, ну, не так много, потому что основная идея как раз сегодня ограничить потребление, чтобы другие будущие поколения, они смогли тоже прекрасно жить. Вот, поэтому, опять же, здесь очень большая роль государства. Если государства на уровне, ну, страны и все государства на уровне стран введут действительно модели ограничения потребления, тогда, наверное... И вот этот минимализм сохранится. Да, потому что ограничение потребления, как вы понимаете, оно обязательно будет связано с ограничением объемов производства. Возможно, какие-то фабрики будут закрыты, да, соответственно, это будут высвобождены рабочие руки, соответственно, с ними тоже надо будет что-то делать. То есть это очень большая проблема и комплексная, поэтому, честно говоря, мне очень трудно сказать. Но вот я бы... Это зависит от решения, что будет уже здесь... Да, да, то есть это обязательно должно быть государственное регулирование, то есть вот не просто работать с населением, что надо ограничивать потребление, потому что, наверное, это может привести к тому, что, ну, вообще упадут ВВП, да, и что дальше делать? Покупательная способность у людей упадет, а мы видим, что она падает. В принципе, в этом плане рациональное потребление является источником выживания людей в ситуации кризисной. То есть ведь надо людям предложить что-то вместо потребления материальных благ, скажем, да, и какие-то занятия. То есть, значит, больше должно быть рабочих мест, связанных с какой-то культурной реализацией, искусством, ну, и так далее, и так далее. Поэтому эта проблема, на самом деле, очень сложная. Но вот если говорить о... Где эта проблема сейчас решается идеально? Ну, трудно сказать. Проблема с минимализмом или проблема... Проблема вот именно с таким устойчивым развитием. Ну, опять же, европейские страны тоже по-разному. Есть законы, которые регулируют это потребление. Например, опять же, если мы возьмем Германию, то есть там есть закон, есть регулирование инструментальное, все люди знают, что нельзя выкидывать, нужно разделять. Они с детства знают, что нужно разделять, поэтому у них нет сомнения, надо или нет. Но приехав в Россию, они не будут разделять, потому что здесь можно этого не делать. Значит, не доказать. Ну, потому что есть система штрафов, или потому что негде выбросить. Да, и в то же самое время есть система экономии. Человек понимает, что если он будет правильно себя вести, он сэкономит. Но мы должны сейчас... Выгодно человеку на индивидуальной основе. Общество минимализма с точки зрения культурных ценностей, это Япония. Вот это прекрасная демонстрация, где его излишества не увидите. Я думаю, что после этого факта я могу только дополнить, что дополнить, кому интересно и хочется сознательнее жить, изучите, пожалуйста, японскую модель сознательного потребления. А мы на этом должны попрощаться и закончить наш эфир. В студии были доцент кафедры экономической социологии факультета социологии СППГУ Ольга Никифорова. Спасибо огромное. И доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга Санкт-Петербургского экономического университета Оксана Юлдашева. Спасибо огромное за ваше мнение, за то, что им поделились. Меня зовут Анна Рудикова. Желаю вам хороших выходных и увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова